Хеллоу ребят, это канал ТОП ДОТА. И пока все остальные ютуберы записывают на гибучие катки на Манки Кинги, ищут новые фишки и баги и пытаются понять новых имбо героев, я решил сделать небольшой камбэк в прошлое, во времена нулевых годов и посмотреть на старую версию морфинга. Думаю вам будет интересно посмотреть на то, каким же он был и как же им играли, потому что от теперешнего морфа он очень сильно отличается. Поехали! Кстати один ролик по Манки Кингу у меня тоже уже готовится, и если мы наберем тут всего лишь миллион лайков, то я его выложу прямо завтра. Ну или после. А что же у нас тут с морфом? На превьюхе вы видели какие-то просто дикие скиллы, и до них мы еще доберемся, но пока же перед нами все тот же герой, даже моделька практически один в один. И даже первый скилл тоже не предвещает никакой дичи, это все та же волна перекатка, которая дамажит на три сотки, поэтому на ней мы не будем особенно останавливаться. Скажу лишь, что в концепцию героя она здесь вписывается очень хорошо и великолепно комбинится с другими способностями нашего аквамена. А вот второй скилл, это уже хер пойми что. Походу Асфрок не знал, что сюда втулить, и решил не заморачиваться и воткнуть обычный блинк. Да-да, просто взял и воткнул блинк прямо как на антимаге. Когда у него здесь тоже 5 секунд, тратит он 60 маны, но что самое главное, вкупе с первым скиллом у героя получается уже очень много мобильности. По сути у него есть уже чуть ли не два блинка по дефолту, а дальше все будет еще веселее. Третий скилл это привычная нам всем перекачка, позволяющая затачиваться в силу или в ловкость, как вам больше нравится. И тут мы опять же останавливаться долго не будем, вроде бы все маломальски опытные дотеры и так знают, что делает эта способность. Ну а вот четвертый скилл совсем уж не дефолтный для нашего чувака и вызывает множество вопросов. Это спелл стил. Да, рубиковский ульт раньше был у морфа, не удивляйтесь. Хотя сложно тут не удивляться, признаюсь. И теперь посмотрите на этот скилл немного по-другому. Знаю, что у нас есть не только он, а еще и два жестких эскейпа, которыми можно врываться в драку. То есть морф мог стырить способность рейнджа больше 2000, а если он купит блинк и кто-то его толкнет форсиком, то и вообще с 4000, то есть чуть ли не с половины карты. Разным энигмам нужно было играть просто на максимальной аккуратности, потому что от такого чувака ты точно не скроешься. Но если брать не такие космические рейнджи, то надо понимать, что он мог впрыгнуть допустим на 1000, стырить какой-то ульт и сразу же эскейпнуться. Два скилла на эскейп это что-то невменяемое. И я не знаю зачем вообще так делали. По-моему разработчики просто рофлили и выстраивали баланс экспериментальным путем, типа берем рандомные скиллы, скидываем их в кучу и смотрим как же это все будет вести себя вкупе, и как сильно нас будут материть игроки на форумах. Другого объяснения у меня нет. Ну а как же такой морф игрался? Давайте с вами подумаем. Сука. Ну а как же этот морф игрался? Давайте с вами подумаем. На роль саппорта он не годится из-за отсутствия каких-никаких дизейблов, а на роль керри возможно и сойдёт. Всё-таки третий скилл и хорошие стартовые статы делают своё дело. По сути это нечто вроде ранджового антимага, только с ещё большей мобильностью, с нюком, что важно, так ещё и со спеллстилом, который против некоторых пиков просто бешено роляет. Пишите как вам такая вот версия морфа, что бы вы с ней придумали и как бы вы её реализовали. Мне лично герой понравился и я бы занёс катал пару игр чисто ради интереса. Возможно на деле всё обстоит не так как я от себя представляю, но от этого становится только более интригующе. С вами был ТопДотич, не забывайте лукосить и подписываться, что бы не пропустить новые ролики, в том числе и тот самый про Манки Кинга. Удачи!